Начинать всегда непросто, а начинать то, во что кроме тебя пока еще никто не верит, сложно вдвойне. В 2011 году Джавера Колосова еще смутно представляла, как будет искать партнеров, но точно знала, что идея ее будет притворена в жизнь. Живой отклик на призыв создать фонд по спасению жизни и лечению детей она нашла в компании Амобайл. Там призыв поддержали и сотрудники, и руководство. Я пришла в офис Амобайла, и там была Кристина Зугба и Илона Смыр, и я им рассказала об идее фонда о том, как можно лечить больных детей в Абхазии. Они настолько вдохновились этим, что буквально на следующий день я познакомилась с учредителем Амобайла Евгением Палантом, и мы обсудили уже, как мы будем взаимодействовать. Он мне задал ряд вопросов, на которые я дала четкие ответы, и благодаря этому он увидел, что я четко понимаю, куда будут расходоваться средства, где эти клиники. И он мне говорил о том, что я единственная, которая смогла дать точную схему работы с фонда. Именно поэтому он нам поверил. Таким образом, с самого начала пути у Ашаны были надежные партнеры и друзья. Конечно же, руководство нашей компании однозначно приняло решение помогать фонду. И вот уже на протяжении 10 лет мы помогаем фонду различными способами. Началось все с того, что был организован СМС-пожертвование. Наверное, в Абхазии все сегодня знают про короткий номер 5050, на который можно с слова «добро» отправить какое угодно количество, чтобы пожертвовать на лечение тяжелобольных детей. Помимо сборов по СМС, акций и информационной поддержки, именно «Амобайл» взял на себя хозяйственные расходы фонда, такие как плата за аренду офиса, зарплата работников и прочее. За 6 лет общая сумма помощи мобильного оператора фонду превысила 3,5 миллиона рублей. И вот по истечении 10 лет я могу сказать точно, что если бы тогда не было бы такой поддержки «Амобайла», ведь это были не только финансовые вложения, рекламные площадки, профессиональные дизайнеры, маркетологи, пиарщики, которыми весь этот ресурс компания «Амобайл» нам предоставляла. И благодаря этому очень быстро о фонде «Ашана» узнала большое количество людей. И очень быстро, буквально через 3 месяца, был первый сбор на «Аслану Джинджоли», на который мы собрали в 2 раза больше. Важно отметить, что компания «Амобайл» не останавливается на достигнутом. Помимо СМС на номер 5050, мобильный оператор включил в перечень услуг своего приложения кнопку «Благотворительность», с помощью которой мы с вами можем делать пожертвования на лечение тяжелобольных детей. На сегодняшний день, используя современные гаджеты, любой может оказать пожертвования. У нас в приложении «Амобайл» есть такая вкладка «Пожертвования», кнопочка «Ашана». То есть по этой ссылке также можно оказать пожертвования на лечение детей. За 10 лет, это более 5 миллионов рублей, были собраны, были переданы фонду на ведение хозяйственной деятельности, а также на лечение определенных детей, на определенные сборы. Фонд ныне возглавляет Мактина Джинджоли. Она признается, что компания «Амобайл» и сегодня поддерживает все начинания КБФ. «Амобайл» – первая компания, которая поверила в фонд. После этого в фонд поверили тысячи людей, не только в Абхазии, но далеко за ее пределами. Важно сказать о том, что те семена, которые были посеяны вместе с компанией «Амобайл», они дают плоды до сих пор. Об этом говорят цифры. «Амобайл» за 10 лет нам удалось на благотворительных пожертвования собрать более 75 миллионов рублей, провести более 200 благотворительных акций, оплатить 531 курс лечения 323 детям. Это огромный результат, и цифры говорят сами за себя». «Амобайл» изначально задал высокую планку своей социальной ответственности перед обществом, и тут они были фактически первооткрывателями. Эстафету переняли и другие коммерческие компании, что вывело деятельность в области благотворительности в нашей стране на совершенно новый уровень. «Важно, что компания «Амобайл» еще 10 лет назад задала тренд социальной ответственности бизнеса, и сегодня фонд «Ашана» поддерживает более 20 компаний коммерческих, которые ежемесячно переводят на ведение административно-хозяйственной деятельности». Мобильный оператор «Амобайл» продолжает акцию «Спасем жизнь вместе». Только по ней в год на счет фонда перечисляют от 300 до 600 тысяч рублей. Не за горами и ежегодная акция «Стань Дедом Морозом». Сотрудники компании вновь будут изучать письма подопечных «Ашаны», лично у авторов уточнять, какие именно нужны куклы, и какого света должен быть подарочный экскаватор. Ну а потом снова будет новогоднее волшебство. А это значит, что впереди еще больше побед, улыбок и добрых дел. Продолжение следует...